Дмитрий Самуткин за рулем уже почти 10 лет. 5 лет назад вождение автомобиля из хобби переросло в профессию. Говорит, уверенно чувствует себя на дорогах и не забывает об ответственности. Расслабляться за рулем не позволяют и многочисленные камеры, которые сегодня есть на каждом перекрестке. Вот только не со всеми штрафами, которые приходят, Дмитрий согласен. Да, с каждым годом становится все больше и больше камер. Почти на каждом перекрестке уже начали стоять. Плохую погоду, когда пурга, метель, заметает полосы, то есть знаки не видно и как бы фиксирует право нарушения. То есть не видишь знаки, разметку и получается нарушаешь автоматически. Все кадры с камеры видеофиксации в режиме онлайн доступны в специальном информационном отделе ГИБДД. Три десятка инспекторов здесь разбирают нарушения и выписывают штрафы. На экране красным прямоугольником отмечены автомобили, которые нарушили правила дорожного движения. Вскоре им пришлют штрафы. Хитроумные водители в основном маршрутного такси скрывают номер авто. Но и им избежать наказания не удастся. По базе данных инспекторы в течение часа определят, на кого зарегистрирована газель. Находясь непосредственно на местности, сразу все камеры достаточно сложно заметить. Вот, например, здесь на пересечении спортивной и красноармейской их несколько по каждому из направлений движения. Всего же в области установлено 527 комплексов фото и видео фиксации нарушений. А на этих кадрах тот же перекресток, только на мониторе. В день каждый сотрудник центра обрабатывает несколько сотен нарушений, которые фиксируют камеры. Летом число спорных ситуаций на дороге переваливает за 50 тысяч, а в холодное время года всего лишь около двух тысяч. И дело не в том, что зимой водители становятся более дисциплинированными, а в том, что большинство камер в непогоду выключают. Неблагоприятные погодные условия, соответственно, фиксация нарушений, допустим, линии разметки не происходит. То есть мы заранее заботимся об этом. И, соответственно, даже если когда-то фиксируются данные нарушения, то должностное лицо обязательно просматривает. И если отсутствует доказательная база нарушения, то фото-видеоматериал не подлежит вынесению постановления. Если же письмо счастья вам все-таки пришло, то в течение 10 календарных дней вы имеете право обжаловать штраф в судебном порядке. Человек, нарушая правила дорожного движения, прежде всего должен предполагать, какая за это предусмотрена ответственность. Соответственно, если не видно разметки, то лицо не может знать, что нарушает правила. А единственная проблема в том, что вот этих нарушений, штрафов с помощью видеофиксации, их приходит очень много. Даже было какое-то исследование, что у инспектора буквально там несколько секунд на то, чтобы посмотреть фотографию, увидеть, что да, действительно нарушения есть, и выписать постановление. За 20-й год областное ведомство обработало почти 4 миллиона нарушений на сумму около 3 миллиардов рублей. Порядка 33 тысяч человек оказались не согласны с предъявленными штрафами. Если у вас возникла спорная ситуация, направить жалобу можно почтой с доставкой в дежурную часть отделения полиции, написать заявление в районный суд, либо записаться на личный прием в ГИБДД. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События.